Всем привет! С вами Андрей Санар. Нахожусь на производстве. Смотрите, сколько-сколько тут всего делается. Количество изделий. Все растет и растет. Уже вот складировать негде. Это вот дневной выпуск. И тот не весь. Завод трудится. Завод трудится в несколько смен. Работает. Но этот выпуск новостей не совсем про производство. Дело в том, что у нас наблюдалась проблема с эффективностью работы отдела продаж. Людей в отделе продаж было мало. Консультации были продолжительные по времени. Поэтому длинные очереди на обслуживание звонков, обращений клиентов имеют место быть. И сейчас ведутся работы по радикальному улучшению этого направления. Вот здесь новые сотрудники отдела продаж, которые будут сейчас проходить стажировку на производстве. Значит так. С чего начнем? Ты отделом продаж командуешь, ты и говоришь. Это важно. И какие у нас есть вообще наши именно станки, которые работают, и которых не у всех есть, а у нас есть. Например, есть две технологии. Технология склеивания, когда вручную склеивается изделие. И технология сварки тем или иным методом. Сварка горячим воздухом. Ей свариваются какие-то изделия большого объема. Вот, например, корпуса лодок. А сваркой ТВЧ, сваркой токами высокой частоты, свариваются маленькие изделия. Там вот фурнитура. Например, чтобы соединить вот в одном этом пятачке все элементы, то есть и стропу, и внешний вот этот вот пятачок, и там внутренний еще идет пятачок. Для этого используется сварка ТВЧ, которая спекает все эти элементы воедино. А большие конструкции, как, например, баллоны, они свариваются на станке горячим воздухом. Это такой большой станок, как, в общем, большая швейная машинка, только вместо иголки с ниткой там тепловая головка, которая расплавляет с точки соприкосновения ткань, и после этого она надежно сваривается. Дальше, что важно знать, все надувные днища, все надувные днища собираются только на клей. Невозможно сделать сварное днище. Именно из-за того, что в эту самую швейную машинку не подсунуть вот эти вот ряданчики. Клиент, если он новичок, то самурая лучше не предлагать. Просто так сказать, что самурая лодка узкая, поэтому она очень быстрая, но в то же время она достаточно строгая к работе, собственно, грибца. Еще, как бы, положительные характеристики самурая, то, что он красив и выглядит не как классическая надувнушка. Вот это его главное преимущество. Не всегда, вот, кстати говоря, вам, не всегда менеджеры все четко прописывают. Они могут так написать обобщенно, что у оклейщиков сразу появляются варианты, куда поставить. Надо делать описание установки допов таким образом, чтобы не было вот этой разновариантности. Это такой вот интересный метод крепления датчика. Причем датчик крепится на, грубо говоря, на палочке, подтягивается туда по максимуму, он вот здесь вот затягивается, потому что вот это при накачке лодки, вот это все сжато. Он становится практически вровень с днищем и не повреждается, а какие-то там камни, если он идет, амортизирует. При этом получается полная герметичность кокпита. Вот отсюда выходит провод и идет, собственно, к экрану. Задние спиннингодержатели обычно расставляются вот под 45 градусов. Для того, чтобы они используются, для того, чтобы ловить методом дорожки, называется троллингом. Троллинг, правда, на моторе, а дорожка это веслами. И под 45 градусов, значит, позволяют установить два спиннинга так, чтобы приманки шли максимально разнесенные друг от друга и не путались. Передние же спиннингодержатели ставятся наоборот, ближе к вертикали, потому что, во-первых, когда мы гребем, то у нас весло в переднюю часть лодки выносится, и если бы они стояли под 45 градусов, мы бы задевали веслом сами спиннинги или шнуры от них. А если они стоят вертикально, то задевать мы не можем. Это значит, что мы можем использовать практически вот этот вертикальный спиннинг как дорожечный, то есть от него будет приманка заброшена. Или, как чаще их используют, в качестве транспортировочного. То есть покидали-покидали, половили рыбу, поставили спиннинг в этот самый спиннингодержатель и пошли на следующую точку. Вся лодка весит 11 килограммов всего моторная. Конечно, к ней есть определенные требования, что на ней нельзя там врываться в какие-то острые такие... Ну, там, где толстая ПВХ выдержит, тонкая ТПУшка, это может не выдержать. Ее нужно использовать аккуратно, но при этом тут получается просто минимальнейший вес всей этой лодки. Да, снизу она защищена неплохо, но натыкаться с разгону на какие-то ветки носовой частью, висящие над водой, это, конечно, не стоит. И еще одна польза лодок такого плана, то, что, вот смотрите, надувная часть, надувная часть, днище надувная часть, а вот вся вот эта вот боковая часть, которая чаще всего встречается с какими-то препятствиями, она не надувная. То есть, это получается дополнительная защита. Например, наезжайте на какой-то там арматуру или стекло, повреждается вот эта часть, а надувные части остаются целыми. Эта часть очень легко чинится, она критически не влияет на безопасность, поэтому просто заклеивается и все. При этом надувные отсеки сохраняют свою герметичность. Вот это преимущество Веги. Значит так, я так сразу скажу такие базовые вещи про наши САПы. С китайцами конкурировать тяжело, они могут делать дешево и красиво, но зато мы можем делать эксклюзивно. То есть, там где у китайцев будет какое-то стандартное решение по длине, там по ширине, то мы можем сделать САП любых размеров, вот как клиент пожелает. Любой толщины материала, любой формы, можем тут рыбий хвостик вырезать или что-то еще. В этом как бы наше преимущество. Тут делается покрафт Аврора. Он считается скоростным покрафтом. Все по той же самой причине. У него байдарочные обводы и достаточно большая длина. При этом посадка центральная, лодка идеально имеет идеальную балансировку, развесовку, поэтому она быстрая, поэтому ее можно уже относить к каякам, хотя она по своей классификации, мы ее считаем по крафтам. А вот станок, который сваривает токами высокой частоты. Никакой эффектности, он сваривает бесшумно, без всяких спецэффектов, если, конечно, все штатно работает. Вот так вот, раз, и усиление на клапан приварено. А тут даже сразу клапан приварен. О, до чего техника дошла. Теперь клапаны ввариваются прямо в лодке. Они теперь не вклеиваются, лепестковые клапаны. Вот это чудо из чудес. Даже я не знал про это. Ленточки делаются. Так, ну здесь вот столярка. Здесь делаются трансы, штевни и прочие жесткие элементы, которые у нас в наших лодках используются. И не только лодках. Если клиент заказывает там транец какой-нибудь нестандартной высоты, то там не надо ему заламывать плюс 8 тысяч, как кто-то там заломил. Ну я. Ага. Это значит, что столяру только чуть-чуть придется траекторию изменить и все. На самом деле все достаточно просто. Ткани. Ткани. Всяких разных цветов. Наибольшее количество цветов есть в 850 плотности. Так, это вот отдел продаж. Пусть с конструкторским отделом знакомится, потому что вам иногда приходится тесно работать. Ну вот Никита тут главный. Да, и кстати, вам вот просьба, о которой я уже тогда говорил. Надо формулировать задания от клиентов так, чтобы не было никаких разночтений. То есть, чтобы при формировании задания по допам, чтобы при вот этих вот... Да, чтобы не было разных вариантов. Да, Никит? А, ну раз все тут, комментарии к заказу не работают. Вот если вы оставляете комментарии на производство, ну типа наклеить три кольца туда-то, это непонятно, ну и мы как бы не знаем, что вы имели в виду. То есть, там, петля, сшитая с установкой, например, выжата доп. опция, куда ее клеить, там, если в комментарии написано в корму, что это, к чему это, для чего это. Ну, то есть, нам это непонятно. То есть, конкретное место. Надо конкретное место у клиента выяснять. Пяточный упор две штуки, а лодка трехместная. То есть, куда мы, кому, да? Ну да, у нас куда ставить? Объясняю, сейчас подойдите, сейчас расскажу разницу между ПВХ и ТПУ. Тут был задан вопрос, и как, в каких условиях применяется, где ТПУ, а где ПВХ. Значит так, сначала экономический фактор. ТПУ гораздо дороже, чем ПВХ. ТПУ прочнее, чем ПВХ, но при условиях, то что они одинаковой плотности. Например, если взять условно ТПУ 600, то она будет гораздо прочнее, чем ПВХ 600. Но вместе с этим, вместе с этим она будет стоить это изделие как крыло от Боинга. Как бы делать в таком случае, если там уже идет избыточная прочность, то из ТПУ не выгодно. А вот когда ТПУ начинает быть совершенно необходимым, это именно в легких изделиях. Если изделие легкое, то из ТПУ делать выгодно, потому что ТПУ в тонких плотностях, в тонких толщинах, оно прочнее, чем ПВХ, в таких же толщинах. То есть из ПВХ это изделие сделать невозможно, потому что оно будет просто непрочным. А ТПУ будет как раз сам это. Вот что мы видим на примере Пакрафтов. прочность Пакрафта, она целиком, ну она меньше, чем прочность какой-нибудь байдарки, сделанной из толстой ПВХ. Но тем не менее, ее прочность достаточно у этой ТПУ, даже при использовании вот этой самой тонкой ТПУ, 270 грамм на метр, чтобы изделие можно было эксплуатировать безопасно. Вот для этого и применяют ТПУ. Спасибо большое нашему производству за чудесную экскурсию. Мы будем надеяться, что наша продажа улучшится и мы справимся. Я такого же не имею. Всем пока! Счастливо!